Дорогие друзья, всем большой привет! Я очень рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня у нас с вами будет распаковка абсолютно нового для меня аромата. Это была покупка вслепую и более того, вам скажу, это абсолютно новый для меня бренд. Я не была ранее знакома с данным парфюмерным домом, я лишь слышала о нем прекрасные отзывы. И слышала я их чаще всего в своем телеграм-канале. Кстати, если вы еще не подписаны на мой телеграм-канал, то обязательно проходите по ссылке внизу и подписывайтесь. Потому что именно там мы часто делимся своими впечатлениями об ароматах. И именно там не попадался данный бренд. Сейчас вы все поймете. Давайте не будем затягивать вступление и наконец-то начнем распаковывать аромат. В прошлых видео я вам уже говорила о том, что я сейчас нахожусь в поисках какого-то нового яркого аромата. Запоминающегося, чтобы чего-то новенького мне хочется на лето. И на этот парфюм я возлагаю надежды, честно вам скажу. Во-первых, по описанию отзывов на него немного. Я его еще не встречала в обзорах. Но на фрагрантике два, по-моему, отзыва. Они положительные. Но больше всего меня, конечно, заинтересовала пирамидка данного аромата. Итак, аромат от бренда Нобель Рояль. Аромат называется Солейл Рояль. Посмотрите на это шикарное оформление. Я специально не стала его распаковывать. Вообще, чаще всего я распаковываю ароматы для того, чтобы уже познакомиться и вам рассказывать о каких-то своих впечатлениях. Но именно в этой ситуации мне захотелось разделить с вами эти эмоции, вот этого первого, первого такого впечатления. Потому что ожидания большие, ожидания чего-то такого, ну, необычного, чего нет в моем парфюм-гардеробе. Давайте будем распаковывать. Во-первых, напишите, как вам коробка, как вам оформление. И да, если у кого-то что-то есть от данного бренда, а может быть у вас есть и сам вот этот аромат, то тоже пишите обязательно о своих впечатлениях в комментариях. Это всегда очень интересно и полезно читать. Я буду снимать следу, распаковывать. Мой любимый момент. Вы знаете, я даже немножко волнуюсь. Мне бы не хотелось разочароваться, честно вам скажу. Боже мой, вот эта коробка. Смотрите, печать. Герб. Солейл Руяль. Это, по-моему, название какого-то французского корабля. Но, во всяком случае, я когда загуглила. И на обратной стороне описания данного парфюма, здесь указаны ноты. Но также здесь написано, что аромат посвящен Елизавете, королеве Елизавете. И здесь даже вроде как ее цитата. Итак, друзья мои, флакончик стоит не плотно, я уже это чувствую, поэтому я постараюсь аккуратненько открыть. Я надеюсь, что здесь просто снимается крышечка и все. И вот так вот потихонечку. А, он лежа открывается. Боже мой, друзья мои, посмотрите. Тут еще, видите, внутри еще в мешочке все оформлено. Так, запаха я пока не чувствую. Вы знаете, я даже не представляю, чем он может пахнуть. Посмотрите, какое оформление шикарное. Все это находилось в этой коробочке. Пахнет какими-то травами или лекарством каким-то. Ой, я испачкала чуть-чуть этот помадой. Боже мой. Аромат я покупала на сайте Рандеву. Я обязательно оставлю на него ссылку. Если вы будете что-либо покупать, то не забывайте, пожалуйста, про мой промокод, который я тоже оставляю и здесь, и в инфобоксе. Итак, первое, что мы видим, это корона. Золотая корона. И вот такой шикарный, боже мой, шикарный флакон. Вы только посмотрите на это. Флакон выполнен в таком малиново-каком-то розовом цвете. Боже мой, какая красота. Здесь действительно корона. И что там еще какая-то пимпочка белая внутри. Посмотрите. Это вообще просто огонь. Оформление, конечно, шикарное. Ой, я надеюсь, что это будет аромат, который затмит все остальные мои парфюмы. Давайте будем наносить на себя. А потом поговорим, какие же здесь ноты. Давайте будем наносить на себя. Друзья мои, я так волнуюсь. Вы не представляете. Распыление какое шикарное. Мне уже нравится. Вот первый пшик, и мне уже нравится. Я нанесу его на себя. Я сегодня не наносила аромат. Ой, что-то такое знакомое. Но, во-первых, на старте я очень хорошо слышу имбирь и какие-то хвойные нотки. Здесь заявлен кипарис. Скорее всего, это пахнет так кипарис. Но имбирь здесь точно есть, потому что это такой, прям, знаете, такой свежак на старте. Но чувствуется, что сейчас аромат начинает уже раскрываться. Угадайте, какие ноты меня здесь зацепили. Ну, во-первых, вот этот свежий старт. Я сразу подумала о том, что да, это будет интересно на лето. Но в то же время я не люблю просто какие-то свежаки. Мне нравится, когда в аромате есть и что-то сладенькое. Мне нравится, и мне понравилось то, что здесь в базе заявлено омбретто. Моя любимая омбретто, которую я, по сути, не знаю, как пахнет, но по опыту, по опыту, если вот так вот судить по другим ароматам, которые, где была эта нотка, мне кажется, что это что-то такое сладковато, шоколадно-древесное. Поэтому, как только я увидела, что здесь есть омбретто, я сразу подумала, все, это точно мне надо. Но знаете, какой интересный момент? Вот я сейчас разглядываю этот флакон, и я понимаю, что цвет у меня абсолютно не ассоциируется с запахом. Вот надо же так. То есть вот этот градиент, такой переходящий от светлого в темно-малиновый цвет, у меня никак не ассоциируется с данным ароматом. Боже, он такой красивый, друзья мои, ну посвящен королеве Елизавете. Наверное, это не просто так. Я вам сказала, что аромат 23-го года. Это абсолютная новинка. Новинка, и мне кажется, это хит, друзья мои. Это хит, потому что он звучит очень современно, аромат без всяких выпирающих нот. Здесь нет никаких мускусов, здесь нет никаких амбродеревяшек. Он очень деликатный. Вот такое ощущение, что у него ноты прям все вымеренные. Но звучание классное. Конечно, это мои первые впечатления, но я сразу хочу сказать, что у меня нет какого-то шока. Да, мне очень нравится, что он необычно стартует вот этими имбирными, такими хвойными нотами. Но потом он начинает звучать более цветочно. И здесь в средних нотах заявлен корень ириса. Это значит, что аромат будет и запудриваться в том числе. База у этого парфюма, я не скажу, что здесь что-то особенное, но здесь, как я уже сказала, есть нота амбрета, здесь есть бензоин, здесь есть мускус, ваниль, сандал. В общем, аромат слегка сладковатый, он не приторный абсолютно. Но старт у него бомбический вообще. Он, знаете, он что-то мне так напоминает, я не могу. Вот, наверное, когда я начну носить этот аромат, я вам уже смогу более точно сказать, на что-то он мне похож. Такой кисленький, но это те самые цитрусы, которые здесь заявлены на старте, и солнечные ноты. Но вот правда впечатление, ну это однозначно летний парфюм, и блин, он классный. Я надеюсь, что он будет стойкий, за такую стоимость, я надеюсь, что он будет стойкий. Я сейчас открыла фрагрантику, просто ради интереса посмотреть, не добавились ли комментарии к этому аромату, и нет. Здесь по-прежнему два комментария. Кстати, надо посмотреть на иностранной фрагрантике, может быть, там что-то есть. Да, про ноты я вам сказала, но в целом вы мои впечатления поняли, да. Может быть, это не совсем, конечно, информативно, первое впечатление, но приятно. Вот, кстати, когда слушаешь вот так из флакона, слышится роза. Роза такая кисленькая, молоденькая розочка. Ой, какой приятный, очень приятный парфюм. Он, знаете, как будто бы такой слегка округлый. Вот кажется, ну, наверное, это из-за того, что нет здесь этой резкости какой-то, или нет какого-то такого чего-то отталкивающего. Кажется, что как будто бы аромат очень такой округленький, очень ладненький. В общем, буду его с удовольствием разнашивать. Я думаю, что он еще неоднократно будет в моей подборке. Я довольна, и новинка достойная. Аромат классный. Я, конечно, очень переживала. Во-первых, я не была знакома с данным брендом, я ничего про него не знала, и как-то мало еще отзывов. Но я могу сказать, что этот аромат смело можно покупать вслепую. Если, допустим, прошлый аромат. Помните, я вам рассказывала о Грите? У меня было такое небольшое разочарование, потому что все-таки он на любителя. Там есть для меня отталкивающая нота. Хоть он тоже позиционируется как летний, позитивный. Но там есть и нота Тиаре, и тоже, по-моему, там тоже есть солнечные ноты. В целом, неплохой аромат. Но вот этот аромат для меня более понятный, скажем так. То есть этот аромат выполнен в том стиле, который я люблю. То есть это такой, знаете, не заход, как открыть дверь с ноги, а очень такое озвучание, не хочу повторяться, опять говорю, сказать округлое, но, наверное, деликатное, наверное, более такое интеллигентное озвучание. Но если это вообще можно применить по отношению к парфюму. Боже, тут еще, смотрите, надпись на самой крышке. Оформление, конечно, интересное. Для кого-то может показаться оно вычурным, но мне кажется, здесь все очень гармонично. Как вы считаете? И чехол еще, посмотрите, какой. Ладно, буду сегодня в этом парфюме. Мне, конечно, хочется с вами в Телеграм уже сегодня поделиться, но я, наверное, сдержусь для того, чтобы вам был просто сюрприз. Как раз сейчас собираюсь, мне нужно съездить по делам. Посмотрю, как он будет себя вести, посмотрю, какой он по стойкости. Но я думаю, что он должен быть стойким. Ну а как иначе? Ну что, друзья мои, давайте на сегодня будем прощаться. Я еще раз нанесу этот аромат. Я надеюсь, что вам понравилось и было интересно. Если это так, то обязательно поставьте пальчик вверх. Давайте встретимся в комментариях. Напишите, что у вас есть от данного бренда, каким ароматом вы бы советовали присмотреться, потому что я планирую продолжить свое знакомство. Меня, честно вам скажу, заинтриговал данный парфюмерный дом. Ну а я буду с вами прощаться. Я, как всегда, желаю вам всего только самого доброго. И мы скоро увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... ... Продолжение следует...